Всем привет! Сегодня пятница, третье число, третье марта. За окном по-прежнему не нужно там не семь порток наливать, а двое, потому что уже температура все-таки вокруг нуля. Настроение все равно плохое, потому что над городом висит плита. Ну, как обычно, все, ничего не меняется. Ну, давайте посмотрим, может, что-то на рынках происходит веселое. Значит, рынки, об этом подробно говорим по каждому инструменту, но в целом я бы так сказал, что не происходит ничего. То есть вот ничего такого глобального идет вот туда-сюда, как говорится, без каких-то осмысленных телодвижений. Сегодня в одну сторону, завтра в другую. В течение дня развернулись, потом опять упали. Ну, давайте попробуем сегодня поработать на недельных свечах. По-прежнему напоминаю, что доминантное событие – это 22 число, 22 марта – это повышение ставки ФРС на 0,25% пункта. В диапазон 4,75-5, напомню для тех, кто первый раз это слышит, вдруг ставка в США ФРС устанавливается диапазонная. Там не 0, а 0-0,25. Не 1%, а 1-1,25. Ну, всегда судят по верхней ставке. То есть сейчас вот, например, ставка 4,75, а это значит, что диапазон 4,5-4,75. И будет она повышена с очень высокой долей вероятности до диапазона 4,75-5. И все будут, что ставка сейчас ФРС-5. Так вот, завершая эту тему со ставкой, по моему предположению, ставка будет повышена как минимум еще один раз до диапазона 5,5-5,25. Наверное, на этом ФРС установится. Поэтому главные, что называется, игровые моменты нас ждут дальше. Там в апреле или, может быть, в июне, когда будет гадать, повысит или не повысит. Сейчас повысит с вероятностью 100%. Потому что, напомню, мы говорили об этом во вторник, но не буду вас отсылать смотреть вторничное видео, что инфляция перестала замедляться так, как хотелось бы теми темпами, которые были до этого в январе и в декабре. Что называется, эффект низкой базы. Вот мы в среду с Володей Левченко обсуждали, когда инфляция очень высокая, то, наверное, она реагирует на снижение ставки. Но вот все, прошло два месяца, все. На ставку она не реагирует, потому что нужны другие способы, не монетарные. Это нужно сокращение бюджета, сокращение трат. Это нужно сокращение баланса ФРС не по 26 копеек, а по 90-95 миллиардов обещанных. Ну и, как говорят девочки, вот это вот все. Сейчас уже на повестке дня идет резкий рост инфляционных ожиданий в США, потому что все привыкли, что там на 0,3, на 0,4, на 0,5% падает, тут уже до 6,5% упало и остановилось. О чудо. Опять же вспоминаем, что всего лишь несколько месяцев прошло. Те, кто живет рынком, каждый день, кажется, что прошла целая вселенная, целая эпоха мезозоя. Но на самом-то деле, с момента, когда ставка была 8 с лишним, под 9% местами, прошло всего лишь сколько там, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца. Это ничего вообще, это даже не полгода. Вот. Ну, ладно, достаточно разглагольствований. Давайте посмотрим на непосредственные рынки, на инструменты. Итак, S&P 500. По традиции, фьючерс торговется в районе 4 тысяч. Вырос он и вчера, пытался упасть там, всю сессию без спота падал на споте, вместе с фьючерсом реально вытащили его на 3 900 копейками. Сейчас вот фьючерс там в гордом одиночестве, без спота, там через час лишним, пытается расти до 4 тысяч. Ну, давайте посмотрим. Вот я включаю недельные графики. Недельные графики. Хорошая такая вершина на 4 220 аж. И было это на неделе в конце января. Дальше весь февраль индекс падал. Весь февраль индекс падал. И сейчас вот неделя, 1 марта, идет такой вот рост, попытка роста, попытка отскока на недельной свече. Возможно, эта свеча там покажет какой-то разворот или еще что-то. Ну, еще раз, вот все события серьезные будут происходить по факту инфляции за февраль. И если она выйдет там вот в 10 числах марта, она покажет, не дай бог, рост хотя бы на 0,1 процента или торможение, то есть на том же уровне, в котором была, то это будет достаточно печально для рынков. Ну, пока рост, дай бог, как говорится. Ну, вот еще раз, если смотреть недельные свечи, тренд пока явный вниз. Одна там фиксирующая свеча. Посмотрим, как закроется сегодня свеча. Удержат ли они 4 тысячи на споте во время торговли бумаг, а не индексах, из которых он состоит, и фьючерсы тем более, во время там, какая сессия не работает. И как закроется следующая неделя. Ну, вот по моим ощущениям, вот этот вот минимум на недельных графиках 4,780 – это такая первая хорошая цель, которую индекс, ну, я думаю, что пощупает вот в конце марта. Валюты. Ну, валюты ведут себя примерно так же. Ну, практически вообще ничего не поменялось. Давайте там я героически включу дневные графики. На дневных графиках, ну, вот в среду всплеск, во вторник падение. Да, и в принципе на том же уровне, ой, в четверг падение. Ну, вот сегодня там пытается там что-то изобразить из себя евро. Недельные свечи, ну, вот ни о чем. Я бы так сказал, что хорошее такое снижение. Сейчас коррекция, опять свечка наверху на недельных свечах. Ну, если включить дневки, то, ну, вот первая такая цель снижения 0,490, ну, это ни о чем. Там на самом деле эти цели, вот как каждое 0,1 стоит, там 0,4, 0,3, 0,2 и далее везде. Ну, вот я бы ставил на уход в зону 0,345-0,350. Вот в этот диапазон 0,350 движение евро по факту инфляции замедляющейся и, возможно, даже там нулевое изменение по февралю, то, что нас ждет вот в десятых числах. Я бы ставил туда, в этот диапазон, 0,350. Так, фунт. Фунт, да, фунт прямо бьется. Бьется героически, пытается опять зацепиться за уровень. Ну, вот недели такие ни о чем. Вот видны там недельные хвосты вот наверх и вниз, наверх, вниз. Вот тело прошлой недели было черным. Эта неделя пока еще светлая, но там немного до черноты, там полфигуры всего. Я бы сказал так, что фунт, ну вот на фоне всего происходящего зона 0,015, ой, 0,15 вполне себе зона по фунту на период вот до конца марта. 1,15, вот, ну, это моя бы ставка была бы, если бы я играл так в долгую, но с фунтом я в последнее время работаю в рамках там одного-двух дней. Потому что устаешь, да, там движение на фигуры, если работать вот в таких масштабах, то это слишком хорошая волатильность, чтобы не брать ее в течение дня или двух. По иене. Иена, ну, как обычно, мы... Иена 136, то есть не ушла она далеко от диапазона, там, 135, хотя тренд такой явный был наверх в последнее время, то есть наверх в прямом графике доллар-иена, соответственно, это ослабление иены в данном случае со 130, там, со 128, аж вот в январе, там, на минимумах локальных поднялась она до 130, но дальше не хочет идти, развернулась. Вот последнюю неделю такие ни о чем встречи дневные. Ну, вот еще раз говорю, может быть, если иена будет двигаться, там, не придумать себе статус резервной валюты, да, какое-нибудь спасение, вот, как золото, какой-нибудь там резервного актива, да, они могут там, она может заразиться этой хренью от золота. Вот, если этого не будет, то я думаю, что в диапазон там 138 вполне себе может сбегать эта валюта замечательная, там, 138, 139, вот, 140, вот туда. Ну, я бы сказал, если прям вот совсем там требовать, ну, 138 с половиной, вот такой вот хороший уровень, которого можно коснуться на данных по инфляции, на инфляционных ожиданиях и на повышении ставки. может еще выше, но маловероятно пока что, я думаю, что там власти Японии уже снова начнут отвоевывать завоеванное, то есть я думаю, что ему очень нравится иена в диапазоне 133-140, вот, поэтому, ну, 133-138, скажем так, поэтому 140 ему уже не хочется там снова видеть. Так, ну, швейцарский франк вот даже не глядя, там, наверное, опять там 93 сантима, сейчас посмотрим, да, 94, ну, там чуть подешевел, это не критично совершенно, нет таких каких-то движений больших у франка в сторону ослабления, к паритету с долларом, опять же, я смотрю по франку и по ене прямые графики доллар, франк и доллар и иена, где повышение графика рост означает ослабление валюты, а не наоборот, как в случае с евро и с фунтом. вот, ну, то есть в Швейцарии ничего не происходит, я могу сказать так, что валюта стабильна, вот, несмотря на то, что происходит, а там война в центре зала, делаем вид, что еврозона справляется с кризисом и с повышением ставок, и с кризисом по ценам энергодостителей гораздо лучше, чем все себя представляли и ожидали, ну, и дай бог, собственно, всем здоровья и удачи. Нефть. Нефть 84, ну, вот, в прошлый раз я сделал предположение, что нефть так и останется в этом диапазоне, может быть, даже чуть подрастет, она не стала разворачиваться от 82, пошла наверх, к верхней границе, где-то в районе вот канала 87, ну, такой вот чахлый, конечно, каналчик, но канал себе вполне там 87, а нижнюю границу, ну, кому как удобно, можно ставить 70, я бы поставил 77, можно клин нарисовать там, сходящийся, скорее всего, даже это будет правильнее с точки зрения теханализа, потому что, если сверху там, в этом канале, вот, включить дневные свечи, там, достаточно ровные, можно прочертить линию, то снизу это явно вот такой вот, попробуем там нарисовать сегодня, снизу это явный, явный наклонная прямая, сходящийся клин, там, не буду сейчас ванговать по поводу лженауки, то есть теханализа, но, скажем так, нет, я не вижу здесь какого-то сжатия пружины, нет ничего драматичного, то есть, я бы сказал, что цена стоит на месте, вот, включить недельные графики, знаете, вот, я все время говорю, что, хочешь понять, включи графики постарше, вот, включите недельные графики, и скажите мне, куда идет цена с начала декабря, да, никуда, вот, она реально стоит на месте в диапазоне, ну, и тут уже, вот, на недельных график, вам не очень захочется рисовать какие-то клинья, просто вот, там, свеча вниз, две свечи вверх, свеча вниз, там, две свечи вверх, там, вот, ну, просто вот, как недельно, я имею в виду, вот, поэтому не будем мы делать это и сейчас, я не думаю, что есть какие-то предпосылки, чтобы нефть в ближайшее время вышла из этого диапазона, ну, вот, с одной стороны, рецессия потенциальная, да, там, из-за высокой ставки, что Америка будет жить в диапазоне высокой ставки, с другой стороны, конец стопительного, сезона, ну, кстати, вот по высокой ставке, да, вот, мы тут в канале очень хорошо там прислали ссылку, я, честно говоря, думал больше, 20%, внимание, 20%, 22, внешний долг США, то есть, из всего объема долга, да, это в 31 триллион, сколько там, я не помню, долларов, только 20% приходится на внешние, не внешних кредиторов, то есть, это Китай, Япония, ну, там, еще какие-то страны, еврозоны, естественно, ну, там, дальше по мелочи, все остальное, это внутренние стоналы, с которыми штаты, ну, договорятся, то есть, не волнуйтесь, не переживайте, как будут штаты жить при высокой ставке, да, так вот, не переживайте, они выживут, как-нибудь крупнейшая экономика выживет при высоких ставках, не выживет, нарисует, ну, то есть, мало того, что это крупнейшая экономика мира, она же имитент резервной, основной резервной валюты в мире, как говорят знакомые инстагерлы, камон там, типа, а что вы вообще, ребята там, что вас беспокоит, беспокойтесь о том, как вы семью будете кормить, и чем вы будете зарабатывать деньги себе на жизнь в дальнейшем, и как вы будете обеспечивать себе старость, вот это вас должно беспокоить гораздо больше, чем как США проживет с высоким долгом, проживет, еще раз, 20% приходится только на внешних держателей, все остальное это внутренний долг, который реструктурируется вот так вот, вот, или вот так вот, или как хочешь, поэтому какие-то локдауны, вот мы с Володей Левченко, там, просто вот у него довел рудоручки, что будет, если будет дефолт, я говорю, ну, не будет никакого дефолта, зачем обсуждать то, чего не будет, он говорит, ну, какие действия, такие действия, то если будет дефолт США, купите деревянное пальто и заройте в землю, там, гроб, я имею в виду, там, можете с собой тушенки взять, со сгущенкой, и брусок золота, да, там, обязательно, он будет хеджировать тушенку с этой самой, с гречкой и с гущенкой, вот, значит, что там у нас дальше, а, ну, золото, собственно, да, золото, 1846, да, растет, прям, вот оно, последние, сколько там, два дня, это, знаете, как этот стон у них в песне зовется, да, вот эти пуки у них ростом зовутся, вот, ну, что-то там изображает золото, 1800, изображает, что он оттолкнулся от 1800 и пошло наверх, из последних сил, знаете, как пел Владимир Семенович Высоцкий, и русалка, как смогла, родила, вот это примерно про золото, его рост, ну, на фоне, вот, опять же, ожиданий, инфляции, и же с ним, я, честно говоря, ну, буду очень удивлен, если удержатся 1800, даже на фоне всех покупок центробанков, ну, я бы ставил, ну, хотя бы там 1750, там, если вообще совесть у людей есть, то это вот такой диапазон, хотя, ну, там, кто знает, там, решит кто-то еще купить, там, раньше это был сезон свадеб, апрель, ну, заканчивается, нет, сезон свадеб в Индии, там, в феврале, заканчивается, когда Рамадан, я небольшой знаток, вот, что там заканчивается, что начинается, или наоборот, Рамадан это праздник, как у нас Пасха, скорее всего, так, вот, там каждый, порядочный мусульманин, обязан каждой жене купить по золотому кольцу, он там много, колец много, и тогда, вот, резко было реально, вот, и вы, прямо вот через физическое золото, там, золото реально, настолько это было масштабное событие, что это реально влияло на рынок золота, там, двигало цену куда-то, вот, в этот период. Сейчас, настолько золото стало бумажным, что все вот эти вот телодвижения на реальном рынке, да, на железе, на вот реальном металле, они практически никак не влияют, да, даже, да, и россиянец, купивший весь золотой запас московского золотопечатного завода, вот как он там называется, эти бруски, там все банки забиты, я думаю, там, да здравствуют, там, не знаю, потенциальные воры, которые начнут громить там хранилища банковские, где лежат золотые слитки просто битком, знаете, как это в любой банк зайди там и забирай хранилище, там не берешь килограмм в сто, наверное, этих золотых слитков. Ладно, проехали больную тему. Так, российский рынок, российский рынок, скажем так, еще живой, так как в уральских пельменях там была сцена, палец фурганов, я еще живая, вот российский рынок еще живой, да, героическая неделя роста, прямо вот роста-роста, ну, правда, после трех недель падения, но это не важно, сегодня, прямо вот, прямо после вчерашнего падения рост, ну, то есть, как-то трепыхается там, еще что-то дышит. Значит, рубль, я вот, вот здесь, конечно, вот, что называется, держите меня там четверо, да, я не понимаю, что происходит с рублем. Почему правительство боится, напечатать деньги и проинвестировать их в инфраструктурные проекты, что отразится на инфляции, ну, там, через зарплаты, зарплат поставщиков, ну, то есть, там, не в прямую, я не понимаю, зачем продавать валюту, вот эти вот, видно, при том, когда это происходит, вот в понедельник, это просто был трэш, когда 76 за день залили до, там, во вторник утром доходило до 73 с половиной, потом опять оттолкнулось, то есть, ну, вот, в моей, наверное, есть какие-то объяснения тому рациональные, что так правильно делать, я далек от мысли, что там сидят люди глупее, чем мы с вами, но, вот, я пока не понимаю причин того, почему просто не включить печатный станок, о котором уже столько говорится, и подпечатывать, то есть, спокойно вообще курс можно опустить на 80, люди, которые ездят за границу, вот, это люди, ну, которые чуть подвздрогнут, но не перестанут ездить за границу, да, куда будет чуть дороже, основная масса, основной электорат вообще этого не заметит, потому что никто никуда не ездит, да, ну, чуть подорожает, да, инфляция, ну, там, повысится ставка, да, понятно, понятно, что это процесс такой, ну, не линейный, не очевидный, но курс поднять на 80, решив все проблемы, ну, не все проблемы, а многие проблемы с бюджетом, дефицит которого намечается, там, достаточно большое, порядка 6 триллионов, это много, на конец года, понятно, что опять нам будут говорить, что нет, это здесь там играть, здесь не играть, здесь рыбу заворачивали, выместят так, не так все посчитали, я говорю, как я не так, вот у нас было интервью с Иоаном, он говорит, не, не 10%, я говорю, Антон Георгиевич, ну, вот, простите меня, мое математическое образование, если доходная часть бюджета 28,6, а расходная 31,3 за 2022 год, ну, в моем понимании, это 10% дефицит, может быть, я не понимаю, нет, вы не правы, это мы считаем вот так, здесь вот сюда, тут сюда, я говорю, все, ладно, там, если я этого не понимаю, то там, телезрители Первого канала, я думаю, что им это вообще кажется какой-то разговор двух китайцев на корейском, ну, в общем, рубль ведет себя, знаете, как мне очень понравилась, была одна там сцена, говорит, вообще армении себя ведут, как будто у них море есть, вот рубль себя ведет так, как будто у него море есть, вот просто держится, как скала, я не понимаю, тут дроны падают, поставки оружия идут, военные операции продолжаются в полуфетре, полный рост, нет никаких признаков того, что это как-то закончится в обозримом будущем, но рубль стоит, вот прям там бьют его по голове, выше 76, не верят, ну, хорошо, я думаю, что вот следующую неделю будет ключевая для рубля, если не пробьет он какой-нибудь уровень там 77, 78, то значит там силен, как это, ахмоська, знать она сильна, расслабит на слона, как говорил классик, ну, в общем, рубль, несмотря на то, что он и повысился, да, с начала, даже февраля, ну, вот, причем это такой хороший рост был, да, это был рост там с 67,5 до 75, вот, ну, конечно, с заливами, не без этого, но, в общем и целом, потихоньку процесс идет, я думаю, что следующая остановка, вот, 77,5, и дальше 80, ну, вот здесь я бы на месте Минфина взял какую-то паузу, и пошил бы с этим курсом, практически увеличив доходную часть бюджета, по сравнению с началом года, на, ну, почти на 10%, ну, не на 10, там, на 7, на 8%, ну, почему бы не сделать ростом на 15%, до 80 до доходную часть бюджета, просто по факту ослабления курса национальной валюты, ну, я думаю, что постепенно, если это делать методично, потихоньку, там, не по 30-40 копеек туда-сюда, гонять его несчастного, достаточно аккуратно, вот, ну, вполне себе цель и задача. Ладно, чуть было не сказал, всем спокойной ночи, всем хороших выходных, берегите себя, всем удачных трейдов, и не слишком заморачивайтесь по поводу торговли, ожидания на выходных, уделите это время близким, родным, детям, и самому себе, в первую очередь, самим себе. Всего доброго, до свидания.